всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды ну что лига сегунов 3 звезды забираем чтобы награды монет у нас хватит или нет для того чтобы купить два днк на шреддера классику и прокачать его в конце концов ну давай зайдем в магазин и посмотрим так магазин предметы ну конечно конечно друзья хватает поэтому приобретаем и сразу наверно прокачаем если у нас хватит нутагена до 10 тысяч нужно нам хватает ну наконец-то наконец-то шреддер классик у нас прокачался на full 5 звезд золотых так ну что карающий меч шреддер наносит быстрый удар поражая врага увеличивать силу атаки на 30 процентов это на первой то ступени на 30 процентов же отлично под ним наверное ему уровень не буду я у него 55 пускай так пока и остается ну что это отлично в магазине у нас а что у нас осталось в магазине ну-ка дай-ка я гляну какие персонажи нам теперь вообще тут нужны за монеты именно все ребята остается один пирсан персонаж и это шинигами собственно персона и все и получается монетки у нас будут уходить куда я не знаю куда мы их будем просто копить потому что осколки нам эти не нужны они нам не пригодятся абсолютно вот так поворот ну что же шлингами жди скоро мы до тебя доберемся так ну что задание начинаем делать выполнять сразу же пройдем сервис питаний по баринкому так скоро у нас будет с тобой хотел сказать буст но не бусто прохождение смятений с другого измерения как только мы перейдем с тобой на вторую половинку карты сразу обязательно замутим кстати ребята астрикс и обеликс перенесли именно сегодня была тканом на 7 декабря поэтому я думаю что мы сегодня поиграем но нет выйдет 7 декабря а 7 декабря у меня будет крайний выходной поэтому наверное не получится но тогда наверное это 9 числа 9 10 вот где-то в этих числах поиграем надеюсь никаких переносов больше не будет ну а вар тайл естественно я снял серию единственно что ребята рендерю я в 2к и поэтому очень долго видосики готовится к выпуску то есть я снял сегодня а видос наверно выйдет только через 2-3 дня потому что еще работа естественно я на работе когда я не могу ничего укладывать рендерится у меня по 10 12 часов потому что видосик в среднем два с половиной часа ну да где-то так получается ну да не беда выйдет посмотрите но я скажу одно мне игра зашла лично вар тейлз кого интересует я не знаю даже как назвать стратегии не стратегия это рпг но с пошаговыми боями в общем заходи на второй канал и смотри так ладно мы с тобой продолжаем дальше здесь лютовать пока у нас все отлично мы с тобой победили прошли серию испытаний а забираем с тобой награды и нужно нам так поднять уровень персонажа это понятно по боевке мы с тобой прокачиваем нашего по укусы у меня все в голове да не космос сидит конечно же по укусы и давай смотрите нам нужно 12 вот таких знаков найти раз так один номер есть 2 еще надо 10 3 4 5 кстати неплохо идут 5 еще пяток 6 7 7 давай еще немножко осталось ай-яй-яй 8 9 и последний пожалуйста 10 все ребята прокачиваем до твою налево как же так все время облапошиваюсь ну давай все вот теперь точно все и прокачиваем до третьей ступени ему липкую ловушку для того чтобы прокачать на четвертую ступень нам понадобится всего лишь 14 динокружек отлично следующей серии я думаю замутим так заберем здесь награды и поднять уровень персонажа я думаю у нас мутагена не так уж много дать всего лишь одиннадцать тысяч поэтому мы можем сделать вот микеланджело видение 55 левел все забираем здесь остатки так заходим в магазин сразу же вот и какой магазин то ем ой о чем я воспитание силы природы у нас продано это все абсолютно и мы с тобой сливаем весь сыр на поиски кого либо донателло ой донателло видение либо рафаэля либо микеланджело так и начинается опять пакостить да игра мне как всегда ты посмотри ну неужели рафаэля хотя бы дали отлично и последняя попытка 50 жетонов рафаэля дали отлично ребята нам нужен еще будет майки так ну что сегодня только лишь арена у нас получается лига сигналов две звезды то есть нам нужно сегодня попасть ну в мастер 2-3 звезды это как минимум на меньше я как бы не согласен уровень 63 значит не получится у нас с тобой подурковать я то думал сейчас мы сразимся на равных но на равных не выйдет к сожалению как ты думаешь супер шредер сейчас завалит с одного удара всех или нет мне кажется что кто-то здесь выживет почему-то мне кажется что это будет бивок нет никто не выжил зря я волновался но все равно почему-то кажется вот когда ты уверен в своей победе ты всегда начинаешь фейлиться когда ты немножко сомневаешься почему-то все проходит гладко так ну что мы с тобой возвращаемся в лигу сигналов 3 звезды ну и конечно же продолжаем у нас 17 монет 1131 доллар и 40 40 ребята откатов прикольно но здесь я возьму на леонардо всех будем отыгрывать вот этих своих всех маленьких слабеньких персонажей чтобы получать кубки блин я честно говоря сегодня рассчитывал еще конечно же за снять астерикса и обеликса я уже там не стал переводить обращение разработчиков какой причине они перенесли на 7 декабря ну с другой стороны может быть оно и к лучшему у меня по крайней мере будет время поиграть в другие игры потому что сам понимаешь еще очень-очень много игр есть которые нам нужно поиграть и не только на андроид играх а еще и на втором канале на пк так ну что здесь у нас все отлично прошло и мы с тобой двигаемся далее сейчас думаю где-то ну позиция наверно 70 должна быть по логике 78 блин слабенько идем 1621 ну я так понимаю они мне выше не дадут я беру армагуны ну и с рамагуном конечно же вот этих вот бойцов рафаэльчик значит скоро у нас прокачается наверно рафаэль плюс майки я имею ввидение и все я больше не за ребят остальные персонажи у нас только лишь за за жетоны да а там останется у нас кролики рок-стеди и бибок по моему и все больше никого не будет то есть мы с тобой сразу же ставим приоритет на прокачку скиллов и все так 1621 вот если я возьму например здесь бакстера и усаги мы сможем противостоять но мне кажется тогда надо брать не самых там слабеньких а вот этих персонажей потому что карайка у нее инициатива большая она может выстрелить первое хотя усаги то быстрее будет да инициатива не что-то и забыл про него так наказал ваньку так точно наказал так упала и добивка все все очень прикольно этот лео здесь затесался из классиков так мы и смотрим если было у нас 63 становится 52 а 49 даже слушай но у мастера то мы с тобой попадем сегодня только в какую именно звезду в первую то понятно вот вторую сможем добраться так тут майки шутки как говорится уже в сторону блин когда мы с тобой донателла покачаем а до сотого уровня очень нужно нужно много мутагена на самом деле так сегодня еще наверное мы пойдем в дракон в саднике олуха по логике вещей должно быть уже доступно событие новое потому что в прошлой серии у нас она была закрыта и мне пришлось там чисто бегать по олени а вот сегодня скорее всего будет у нас доступно следующее событие естественно мы будем проходить и возможно еще и юрский парк зацепим так ну что двигаемся какой-то у нас 34 до места так 16 22 дают берем супер шредера возьму сюда еще джастина на всякий случай ух как они у меня рискует ё-моё пятьдесят четвертый уровне против шестьдесят седьмых это пахнет дело керосином одна моя нелепая ошибка и все и разберут у нас красавчик красавчик супер шредер я даже тебе не сомневался да укладывает баньки только шорох а так бы до монда гека бедный бы получил в этом звезде ли немало так поехали дальше как этом позиции то быть 19 так 21 а 16 22 почему не хотите мне опять вернуть вот но здесь опять же майки поэтому не будем баловать возьмем топовых бойцов и к ним присоединим вот эту вот тройку игроков раз-два-три два рокс иди один с другим идет прям нога в ногу ну что погнали естественно начинаем с удара супер шредера они уже не жильцы все там даже постепенно урон на них и в сит ну что двигаемся дальше так мы сейчас попадем кстати у лигу мастеров или нет вот этот вопрос меня больше интересует ну-ка нет не хватает мы даже с тобой 20 ступеньками пролетаем вот так вот хорош уже давайте 16 22 блин было было но я не успел с реагировать вот так рафаэль леву да они очень все бригады в сборе 65 67 на ну что ж я опять пойду в риски 1 1 2 3 55 уровне и конечно лучше через откаты отыгрывать я имею ввиду брать супер шредера и например армагона и в этом случае бомбить но по моему до 70 уровня он их неплохо разбирает как ты видишь на постепенном уроне просто их вырубает всех отлично если бы не этот конечно тут бы пришлось немножко повозюкаться так ну что погнали тогда далее есть поздравляю ребята лига мастеров одна звезда взята но это только начало у нас нам нужно две звезды я вообще-то хотел сегодня три взять но насчет трех я очень сильно сомневаюсь очень сильно но желание такое есть персонажей у нас хватает вроде бы когда для этого дела плюс отката у нас есть 35 штук в принципе все довольно реально тем более нам пока кроме арены делать нечего мы с собой фармим донис с арфаэлем изведения да сегодня мы собой прокачали до фулл 5 золотой звезды шредера классического то есть за монетки у нас остается только шинигами все ребята мы близимся скорее всего к развязки игры ну как развязки я имею ввиду по персонажам а по прокачке то еще там е-мое там свистеть и свистеть еще но серии то будет уже поменьше потому что ну как бы делать уже будет нечего по большому-то счету так и нам надо быть что-то другое искать на что-то другой переключаться так поехали ну что шредер давай как всегда ты впереди планеты всей постепенно урон на всех кроме дони до на тыла избежал этой участи но валуном то все равно ему прилетит немало все погнали так сколько мы собой в среднем проходим ступенек давай-ка посмотрим 75 было становится 61 но тут хорошо мы взяли больше десяти если так дальше пойдет нам пять боев достаточно будет для того чтобы перейти в лигу мастеров а две звезды так давай опять же сделаем так раз два три четыре но это дело для того чтобы не тратить вот два отката пока есть возможность своими силами справиться поэтому поехали бросаем бомбочку от zk и плюс шиповка я думаю что все им каранты да буквально чуть-чуть стоит отнять здоровье у наших противников и супер шредер тут же и добивает это конечно круто и ну что смотрим давай какой-нибудь 52 о 47 даже замечательно так 1723 сможем ли мы здесь ну по логике вещей можно успеть ребят но здесь хан 71 уровня если супер шредер сейчас конечно его уложит хотя он должен по идее его шваркнуть хан как мы знаем в защите сломать но здесь постепенно его убьет все и карайка добьет классика так ну что погнали дальше многие пишут в комментариях рэй когда ты вернешься в игру shadow fight что вторую что третью кто-то просит даже проиграть в арену ребят не знаю честно говоря когда вернусь слишком уж плотный график у меня если честно я имею график именно по играм очень плотный здесь время тратишь потом еще на втором канале время тратишь и как бы новые добавлять игры это если добавлять в только в том случае от чего-то отказываться надо понимаешь а я себе нахапал там в три короба сейчас еще этих героев мы припульсовали еще нужно что-то какие-то новинки потому что новинки у нас выходят но очень часто их тоже нужно как бы иногда просматривать пускай даже и в раздел давай глянем но тем не менее то же время же на это тратишь если бы я был бы в отпуске как говорится в отпуске намного больше времени да и ты можешь больше себе чего-то позволить там посидеть например до поздна или еще что-то в рабочие в рабочее время как бы не получается тут и отдыхать надо и работать и все это в кучу поэтому как бы немножечко вот приходится экономить и по играм и по времени кто-то спрашивает рэй как ты в один день выкладываешь по пять-шесть видосов сразу же я уже вроде бы как объяснял снимаются видосы в течение например двух-трех дней также они рендерится день-два и потом они просто все все в охапку выкладываются лет но понимаете на то есть за два дня например сделал 10 видосиков и в один из этих дней ты просто эти видосики выкладываешь вот таким то образом если кто-то думает что я за час успеваю сделать 10 видосов и тут же срендерить и выложить то нет конечно же на это выходит много времени просто иногда не то что даже лень например я ухожу на работу да а у меня 5 видосиков снято я ставлю их на рендеринг да а если которые уже отрендерены я естественно и ставлю на заливку в youtube вот и все но на это время надо уходит потом ты возвращаешься работы и выкладываешь вот все ловкость как говорится рука никакого мошенничества и так делают многие так ну что давай тогда сделаем не давай-ка уже 1723 вот пора пора уже переходить на новый как говорится статус раз два три четыре ну здесь я думаю мы и так порвем семидесятники семидесятники у нас только карайка змея спать стоп раз два три вот этих мат играют что это я тех-то схватил сразу же надо идти надо этих бомбануть стопчик в батл легион еще посмотреть что там у нас посмотрел я знаю что клан клан у меня отжали потому что мне знакомый знакомый сашка кто-то помнит эту игру я в нее захожу периодически видосы не шпилю ну наверно скоро выйдет парочка другая потому что там у меня появились новые персонажи такие как кронос и еще какие-то два ну это самые-самые свежие персонажи которые были у нас появились в игре вот так что скорее всего по ним видосик то выйдет обязательно в скором времени но там уже будет у нас новый клан там был у меня старый легион насколько ты помнишь да со звездочками звездочка легион звездочка а теперь просто без всяких звездочек будет легион так ну что 54 позиция слушай а может быть мы все-таки попадем с тобой в лигу мастеров три звездочки сегодня что-то все идет именно к этому я смотрю нет все-таки не хватит наверное не хватит там буквально чуть-чуть как у нас это обычно бывает бой другой не дотянул да ну что давай сделаем так мочканьон отлично и дай билочка я вот единственное еще не понимаю вот мы с тобой берем там например там шредера классического там еще кого-нибудь прокачиваем а для чего мы их прокачиваем где мы можем вообще ими воспользоваться где ихняя сила нам пригодится если мы с тобой все вот эти события все арены и все там подобное проходим практически своими топовыми персонажами все остальные как бы вообще нигде не участвуют нет есть конечно у нас события в которых например там помнишь нейтрализатор пиццелийцы и они у меня как бы не прокачаны до сотого уровня мне тяжело проходить но это в основном на а на что идет а ну вот как раз там где мы с тобой орнаменты эти набиваем именно в тех событиях а в остальном скоро например прохождение каких-либо событий да вообще отобьется надобность почему потому что все персонажи у нас есть которые там зарабатываются все у нас только останется арена и добыча элементов на скиллы как-то вот так вот ну и естественно монеты 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 только вот жетоны все жетонов конечно нужно будет дофигища потому что она стоит персонажи там не дешево именно по жетонам и вот надо будет как-то это все делать так ну что у нас близится развязка я чувствую вообще нашей арены раз два три давно кстати не заходил ребята в растение против зомби вторая часть кстати кто ничем слышал про третью часть все они ее там нормально реализовали выпустили ее в релиз или все еще она в тесте и на европейских американских серверах если кто в курсе пишите в комментах обязательно так вырубили я еще жду во первых ребята у нас 7 декабря выйдет выйдет обновление в игре киндом раш венгьянс насколько я помню посвящено это китайскому празднику или что-то такое надо не забыть если что мне в комментариях пожалуйста чиркните я могу просто из головы у меня вылететь надо обязательно снять будет видосик естественно раз два три ага три надо будет обязательно снять видосик и посмотреть что там вообще будет что добавит новый мир какой да там по-моему новый мир будет китайский насколько я помню хотелось бы по нему полазить по шоркаться так майки падай отлично и должна в принципе то ли в начале декабря то ли в конце должна еще новая игра выйти от этой же от этих же разработчиков да которые разрабатывают киндом раш на той же тематике только уже идет более современный мир пост капристический короче там всякие будут как их назвать то я даже не знаю там мусорчик в общем людишки будут воевать за территории опять же она у них там на филиппинах уже доступна в раннем доступе у нас пока еще нет так что ждем так подожди давайте мы наверное с тобой сделаем вот так это последний кстати сегодня поединок я что-то пока заговорился даже не посмотрел на каком мы месте находимся и сможем ли мы перейти все таки сегодня в три звезды точнее даже не в три звезды а ну да в три звезды до топчика нам еще конечно далеко так постепенно ну как всегда ну вот я тебе о чем говорил что у саги он сильно отстает от супер шреддера именно в наложение негатива ну-ка посмотрим что у нас там получается а все ребята мы перешли с вами в лигу мастеров три звезды 8107 позиция ну больше к сожалению пока здесь ничего сделать не смогу да пойду сейчас наверное играть в драконы всадники олуха ну что ребята а на этом все всем удачи и до новых скорых видосиков до новых встреч